Этапы развития котенка В общем, развитие маленького котенка происходит равномерно, но различные его этапы, даже у котят одного помета, могут либо замедляться, либо ускоряться. Первые 28 дней День первый Котята появляются на свет совершенно слепыми, однако очень быстро у них проявляется чувство обоняния и осязания, благодаря чему они могут находить источник питания. Малыши еще недостаточно активно ползают в гнезде, подрагивая маленькими тельцами и натыкаясь друг на друга. Они уже очень хорошо различают свет и тень и сдрагивают при неожиданном появлении, включении нового яркого источника света. Вес при рождении колебится от 80 до 110 граммов. Животные много спят и просыпаются только во время очередного кормления. День второй В среднем котята прибавили в весе на 15 граммов. Они активно сосут у матери молоко, которое уже заметно прибавилось. Буквально видно, как оно идет. Появление и интенсивное вырабатывание молока в рожденной способности кошки после окота. Малыши сосут молоко матери, ставя, как правило, обе передние лапки, часто с выпущенными когатками, по обе стороны соска. С третьего по седьмой день Теперь малютки весят примерно на 30 граммов больше. Обоняние и растяло уже достаточно хорошо. Хотя котята по-прежнему не видят, они смешно фыркают, если к ним подходит кто-либо с чужим запахом. И в развитии осязания также заметит прогресс. Без проблем они ориентируются в шерсти матери и могут изначать отдельные участки ее тела и ближайшее окружение гнезда. На седьмой день открываются глаза у первого родившегося малыша, но лишь наполовину, ими котенок все равно еще ничего не видит. День восьмой. Теперь совершенно четко можно различить мурлыканье. Хотя оно и отрывисто, но уже напоминает настоящую взрослую кошку. Несколько неуплюжих котята пытаются вылизывать свой живот и лапы. Они продолжают пребывать в весе. Самый большой малыш весит около 250 граммов. То есть на 150 граммов больше, чем при рождении. Он достаточно хорошо выпускает когти, которые, однако, не могут пока полностью заходить обратно в складки кожи. День девятый. Последний котенок открывает глаза. У его братьев и сестер глаза уже полностью раскрылись, но окружающие все еще неразличимы для них. За мутной роговицей пока ничего не видно. День с десятого по семнадцатый. Котята начинают все активнее исследовать окружающий мир. С любопытством подползают к краю гнезда и пытаются через него перелезть. Если они замечают, что начинают переваливаться и сплотать вниз, малыши быстро возвращаются обратно. И все же они стали заметно мужественнее. Восемнадцатый день. К этому времени котята начинают хорошо видеть. Они смело переваливаются через край козиньки и возвращаются обратно снова и снова, повторяя игру. Они быстро реагируют на визуальные раздражители. Глаза следят за кончиком пальца, вслед за движением которого поворачивается и головка малыша. Девятнадцатый день. Юные создания уже дружно играют друг с другом. Борются, пока не умело. Кажутся все еще неуклюжими и беспомощными. Если один из них пытается уползти, мамаша вмешивается в игру и хватает детенша за загривы. Перенужившись на спину, она слегка треплет его задними лапками, а затем оставляет его в покое. Бросается в глаза, что кошка с нетерпением ждет любого повода поиграть со своими малышами. Двадцатый день. Самый большой котенок весит теперь 370 граммов, что в три раза больше, чем на момент рождения. Он уже заметно подрос и в длину вместе с хвостом составляет 25 сантиметров. В своем уголке котята смело путешествуют зад-вперед, так и норовя вылезти. Им явно нравится исследование окружающего мира. Мимика и жесты стали более выразительными. При приближении чужаков кроха слегка выгибает спину, принимая оборонительную позу. Прижимает уши к голове, припадает к земле, шествует дыбом, раздается тихое шипение. Уход за жесткой стал систематичнее. Двадцатый день. Как только кошка ненадолго отлучается, один скотят тут же мочится на подстилку. Он пока еще не роет лапами пол и не может нормально пользоваться подготовленными хозяевами кошачьим туалетом. С этого дня нужно постепенно приучать к нему ваших маленьких питомцев. День двадцать третий. Малыши выглядят великолепно. Они хорошо развиты. Появились зубки, резцы. Всего у котенка должно быть двадцать шесть молочных зубов. Прорезывание зубов начинается на восьмой день жизни и завершается, как правило, к тридцатому дню. Уже через два месяца молочные зубы начинают меняться. Полностью все они поменяются на седьмом месте жизни. Тогда у котенка будет тридцать постоянных зубов. День двадцать пятый. Котята еще больше подросли. Приобрели красивую форму тела. Кошка-мать отлучается теперь надолго и возвращается только, чтобы покормить малышей молоком и поиграть с ними. Хотя они уже очень подвижны и резвы, им все еще требуется продолжительный сон. В затемненной комнате детеныши спят всю ночь напролет. И только утром, если кто-нибудь заходит в комнату, они начинают вылезать из своей коробки. Они будут растут примерно с шести до семи утра. Затем снова сосут кошку-мать и ложатся спать. Малыши вновь просыпаются часам к десяти. Бродят, играют, тыкаются друг в друга, пьют молоко и снова засыпают. Сонные игры чередуются у них каждые два-три часа. День двадцать восьмой. Это особый день для котят. С этого момента их нужно подкармливать, поскольку у матери кошки начинает пропадать молоко. Во время первого прикорма они выглядят совершенно беспомощными возле миски с молоком. Они чихают и кашлят, но отступать нельзя. Молоко должно быть выпито во что бы то ни стало. Итак, первый опыт удался. Пятая-шестая недели. Движения котят более разнообразны и уверены. Они начинают учиться хватать добычу. Резвые дети постепенно становятся обузой для кошки-матери. После недолгого обследования, обнюхивания, они начинают сразу жадно поглощать предлагаемую им пищу. Седьмая-восьмая недели. Тонкая моторика уже хорошо развита. Котята прилежно учатся, подкрадываться и их хватать. Им очень нравится кусать маму за ухо и забираться всюду, куда только можно. Иногда малыши заигрываются так сильно, что кошка-мать вынуждена ретироваться. Дальнейшее развитие. Выдающиеся успехи в охоте на добычу. Четкое разделение процесса на этапы. Выследить, подкраться. Медленно подползти, прыгнуть, умертвить, наконец съесть жертву. Хорошо развитый слух. Отличная ориентация по звуку. Острое зрение. Быстрое нахождение добавимой человеком пищи. Наступление половой зрелости в период между пятым и двенадцатым месяцами жизни. В этом видео я рассказал вам в этапах развития котенка. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...